Друзья, всем привет, с вами Пират и мы продолжаем играть в Стоунхард. В предыдущих двух сериях, именно две серии мы потратили на то, чтобы построить домик повара. Вот так вот он выглядит, вот так вот он достроился у нас. Здесь у нас есть место для же под еду, где наслаживается. В принципе, с едой все отлично, теперь до нас должны приходить новые жители. Да, у нас пища уже 587 из 380. Ну и в принципе общего капитала у нас пока на пару человек тоже хватит. Я не помню, вот здесь вот я доделал или нет. А вот, смотрите, здесь сверху полка была, которую мы не выбрали. Я в предыдущих сериях жаловался, что не проходит этот знак восклицания. Дерево, вот все, и теперь все слаживается на свои места. Также нужно поставить вот этот вот станок, вот, плотника большой, который, да, здесь маленький стоит. А большого в этом доме нет. Поэтому ставим вот такой вот большой станочек сюда. Ежедневный отчет. И вот уже, смотрите, 16-й житель. Отлично, присоединился к нам. Что по поводу сегодняшней серии. Сегодня продолжим облаживать деревянным забором вот эти вот наши угодья. А также, я надеюсь, у нас вот здесь вот все уберется. И мы построим, смотрите, вот такой вот красивый монумент. Вот монумент. Basic Monument. Да, вот так вот мы его поставим. Примерно. Ну, единственное, для начала нужно убрать вот эти вот штуковины. Давайте их пока что сюда перенесем. Мы поставим этот самый монумент. А за ним вот здесь вот у нас будет такой небольшой тренировочный лагерь. Там будет в этой скале. Мы поставим вот эти самые манекены для тренировок. Для лучников там что-то поставим. Ну, как-то украсим. Я думаю, может каким-то даже забором, может какие-то стойки с мечами попробуем сделать. Что-то вроде того. Но он будет наполняться постепенно. Для начала мы только поставим монумент. А заполнять его уже будем в ходе прохождения. Давайте монумент пока поставим. Главное, вот не очень понятно, где его ставить. Очень плохо видно. Вроде бы вот так вот это должно все выглядеть. Да, вот так вот это все должно выглядеть. Стоп, а слева по-моему места много есть. Да, слева есть, а справа нету. Вот хреново, что мы не можем его двигать. Давайте мы пока что его удалим. Давай-ка еще раз. Монумент. Так, ну, чтобы же... Вот так вот получается или нет? Вот. Вот так, по-моему, получается. Смотрите, здесь на одну. И здесь на одну. Да, вот идеально. Прям идеальнее некуда. Единственное, чтобы я хотел его немножко подредактировать. А именно взять, получается... У нас здесь нету, да, функции удалить, если я не ошибаюсь. Эластика я не вижу, когда... Нет, тут вообще-то эластик должен где-то быть. Эластик должен где-то быть. Эластик, эластик. Вот, блин. Тут все поменялось, и теперь я особо-то не занимался строительством именно в редакторе. Ну, в принципе, ладно, пускай. Вот эти Violet Planner я хотел поудалять. Это именно уничтожить строение, да. Не могу я их выдать. Вот их пять штук. А как их удалить, я даже и не представляю. Раньше был пластик такой. И на нем мы уже... Удаляли. Так, краска... Ну, ладно. Хрен с вами. Хрен с вами, пускай будет. Так что, в принципе, нажимаем строительство. Все мне нравится, пускай строится. Давайте проверим, что у нас по поводу забора. Ну, забор пытаются делать, в принципе. Так, это нам не надо. Забор пытаются делать, и по идее, забора уже наделали. Давайте сегодня также продолжим... Так, а здесь убрать... Продолжим устанавливать наш заборчик. Так, вот он. Сюда. Здесь нужен уже поворотик. А также мы, в принципе, сегодня назначим еще парочку воинов. Будем увеличивать наше войско, потому что именно оно нужно для... Так, здесь вот такую штуковину. Именно оно нужно для того, чтобы выполнить квест на звание города. Поэтому будем делать наше войско все больше и больше. Так, интересно, как здесь. Ну, здесь, смотрите, давайте... Что за звуки? Кушать варил, интересно, или нет звук? Да, кушать варил, реально кушать. Так, немножко глубже, вот так вот. А здесь, я думаю, что... Далеко залазить не будем, поэтому вот так вот. И теперь... Доходим вот сюда, вот. А тут бы я реально поставил бы... Так... Стоп. Давайте здесь еще поставим. Получается, что у нас... Не сходится, да? По идее, нужна вот такая вот штуковина. Потом... Вот такая. Нет. Все правильно ставил. Придумал... Немножко не том. Вот так. Вот так. Во! Тут отлично. И здесь даже целенько. В общем, проход туда. Возможно, здесь потом немножко удалим. И сделаем... Проходик. Поставим. Хотя его по-любому нужно ставить. Почему я... Как говорится, тяну кота за хвост, я не знаю. Почему они вот здесь вот не ставят заборчики, те самые? Давайте мы... Сделаем, например, вот так. Интересно, поставят или нет. И вот так. Заборчик тут сразу... Не заборчик, а вот. Ворота сразу нужны, по идее. Давайте, получается, значит, здесь минус. Две ячейки занимают ворота. И здесь минус, да? Офигеть. Ну тут прям... Сразу все. Оп-оп-оп-оп. И ворота. Ворота влазят или нет? По-моему, они не влазят. А, да, они не влазят. Или просто проход оставим. Пускай просто проход будет. У нас пока что ворот, по-моему, еще нигде нету. Хотя, может, где-то здесь. Не уверен. Но, по-моему, наверное, нигде нет. Я даже здесь не ставил ворота, да. Ворот пока что нигде нету. Единственное, что мне не нравится, что вот здесь у нас какое-то неровное поле. Но, вообще-то, вот этих вот штуковин и не должно было быть. Я их уже потом досаживал. Поэтому так вот и получается. Знаете, что бы сделать? Давайте вообще пока что вот это вот уберем. Пускай забор поставят. Потому что такое ощущение, что мешается, мешается пройти туда. Вот это поле придется пересадить. Вместе с этим. Давай-ка мы его сразу туда удалим. И это тоже. Пока что вот так. Здесь все строится пока что. Здесь вот тоже все поубирали. В принципе, почти. Все довольно-таки неплохо. Ну что ж, давайте нашему плотнику скажем, чтобы он сделал нам деревянных мечей. Потому как они нам очень нужны. Штук 10. Сделал около, я не знаю, ну 5 луков. Длинных луков тоже штук 5. Конечно, изогнутый лук. И тут есть у нас вообще композитив лук. Мы еще не можем делать. Плотник должен быть повыше левелом. О, какие кроватки. Красивые. Это мы все пока что не трогаем. А можем продать им что-нибудь. Я бы заборы деревянные не трогал. Может какой-то у нас уровень будет с деревянных заборов. Посмотрим. Еще не знаю. Но вот это пока что пускай все у нас валяется. О, можно вот это продать. Опа. Вот они и захватчики. Немножко я не успел. С этим всем. Это тоже можно все продать. Топор оставим. Что у нас там до захватчики к нам идут? А захватчики очень даже серьезные ребята. При том, что их много. А давайте мы лучший меч, который у нас есть. Да? Ой, как раз пришел хороший тут. Черствый персонаж. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, что-то сломалось, если честно. По-моему, был звук. Так, стражник есть. И все вот сюда. Вот так вот мы все поставим. Да, у нас там воин уже успел подраться немножко. Один наш клер. Что за дела? Ты клер? Ну да. Так, хиль. Если ты клер. Такое ощущение, что у нас спать пошел воин, да? Да, отдыхать реально. Ужас. Так, вон они лезут. Как раз сейчас может наш воин выспиться. А ну давай-ка напади вот сюда вот. Попробую одного размазать. Так, бегите сюда. Стоп. Вот этого, значит, мы отзываем назад, да? А вот этим вот воюем. Нам бы всем бы отойти. Блин. Как-то они сражаются очень плохо. Во. Так, стражник уже пятого. Отлично. Блин, нужно, наверное, войска уже свои улучшать. Так, а должны выбить именно кого-то определенного. Вот этого, например. Ну, забудь сайте его толпой. Так, есть. Ты сбегай-ка аж вот сюда. Где у нас еще один воин есть? Воин, воин. Так, подожди, это ты воин? Да, стражник. Ты сбегай тоже аж сюда. Давайте посмотрим, если у нас что-нибудь выпить. Какое-нибудь зелье. Зелье, зелье, зелье. А зельев и нет. Они обычно здесь у меня складываются. Да, зельев нет. Так, нужно отойти в сторонку. Вот ты сейчас будешь бить вот его. Не, лучше его. Давай, баш, пошел. Есть. Наваливайте. Ну, тут осталось их, в принципе, двое. Должны они, скорее всего, вытянуть уже без проблем эту драку. Да, все отлично. Проходит. Стражник у нас тут второго уровня. Да, и вот что по поводу того, зачем я буду набирать еще воинов. Потому что нам надо прочный бинт. Но это понятно. Нужна рыцарь уровня 3 и лучник уровня 3. Вот так вот. Стражник уровня 5 и уровня 3 нужен. Это уже, конечно, мы сделали. Но все равно надо. Так, и у нас, тихо, отправляем их работать. Еще один человек приходит. 17, я хотел сказать, 18, 17 у нас уже человек. И смотрим, что у нас тут по оружию. Самый сильный. Ну, этот, по-моему, да, у нас плотник. Я хотел его плотником и сделать. Ну, вот ты будешь торнадо, шторм, чессер. Меняем профессию. А, еще не сделали. Хорошо, подождем. Немножечко. Пока у нас делают деревянный меч, да. Что у нас по поводу луков. Изогнутый лук. Это уровень 3. Сюда уровень 1 надо. Сюда вообще уровень не нужен. Так, ну, изогнутых тоже поставим 5 штук. 5. И композитный уровень 5,32 атаки. Хорошо. Довольно-таки даже замечательно. У нас, в принципе, все есть на этот изогнутый лук. Тоже 5 штук. Как смогут, пускай сделают. Так, более нам, в принципе, здесь пока что... А, арбалет есть. 6,26 атаки. Уровень 2. Давай 5 арбалетов. Ага, на них на слиток железа. Ну, я думаю, к тому времени у нас какой-то кузнец уже будет. Может, в следующей серии попробуем кузнецазер. Блин, они реально как будто бы все заняты. То ли, я не понимаю, почему они вот это не убирают. Главное, что тут они везде поставили уже заборчик наш. Может, и тут надо было как-то его красиво поставить. Не уверен, но... Может быть, и надо было. Ладно, здесь убираем. Лестницу. Тут все в строительстве. Все строится. Все заняты. Что у нас по поводу мечей есть уже? Меч. Да, есть меч. Вот ты так же будешь... Воином. Чем же они таким тут заняты, у меня интересно. Склады немножко заполняются. Нужно уже делать сундуки. И отправлять все в сундуки. А, вот. Все, начали убирать. Но это реально, значит, просто людей не хватало. Что у нас по поводу... 18-го человека. Да, пищи у нас, в принципе, хватает. Вот общий капитал у нас 7300. Почти надо 6800. Скоро он закончится. Землевладелец четвертого уровня. Хорошо. Что за ступор? А, они пытаются здесь сражаться. И реально зависли. Блин. Давайте вот так вот пока что вам поставим. Раз. Раз. Два. А ну, переставьте. Вот, и они не будут туда так зависать. Места еще вроде бы как для еды хватает. Да, я смотрю. Так, если я не ошибаюсь, то тут у нас кроватка назначена для нашего плотника. Да, текущий владелец именно плотник. А здесь у нас, в принципе, просто домик стоит, да? Ну, пока что не будем там ничего ставить. Вернее, назначать. Здесь вообще кровати нет. Здесь просто домик. Если там плотник с кроватью, то здесь без. Хорошо. Ну, давай, значит, сюда повару и назначим. Где у нас повар? Повар, повар, повар. Будешь у нас вот здесь вот жить. Все, повар назначен. Все остальные пока что спят вот здесь вот в общей казарме какой-то. Так, приехали какие-то пустынные доспехи. Но они нам тоже, в принципе, и не нужны так-то. Так, а ну, чтобы их как-то отменить, туда бежать. Блин, никак я не могу. Ну, ладно. Давайте мы их сюда вытянем, попробуем. Ну, они реально заглючили. Они хотят тренироваться, это я уверен прям. Либо же там кушать, спать или еще что-нибудь. Да, вот, видите. Один из воинов уже пошел тренироваться. И все, похоже на тренировался. Теперь хочет пообщаться. Ну, и ладно, общайся, раз хочешь. Так, что у нас по поводу заборчика. Так, ну вот он дальше бьет, в принципе, манекенов. Заборчик нужно вот здесь вот. Раз, два. Вот так вот ставим три. Делаем какой-то пробел для входа. Вот так. И ставим... Здесь же поворот неинтересно, да, стражник третьего уровня, хорошо. Поворот-то там неинтересно, чтобы вот здесь вот он заканчивался. Так, гоблин необычной шляпе. Принимаем. Ладно. Что, я ему отдал, типа? Нет, не отдал, но... Что, пшеницы ему нужен будет, шесть штук? Нужно десять. Маленький ящик, хорошо. Шестьдесят. Евлог. Десять маленьких ящиков. Давайте сделаем, я пока что не хочу с ними сражаться. Но хочу выполнять их условия. Так, ящиков мы ему наставили. А это ему, получается, нужно какое-то... Какое-то дерево, которого может у нас и не быть. Хотя у нас просто мало дерева. Вот здесь у нас семена дуба. Давайте где-то его здесь и посадим. Да, вот здесь пускай растет. Ага, у нас их целых шесть. У нас много семян дуба. Хорошо, у нас вот... Здесь вот как-то оно будет красиво, значит, расти. А, вот с этой стороны, наверное, да? Как-то вот так. Хоп. Хорошо. Но и вот тут еще можно. Я бы вообще отправил их собирать. Так, тут, тут, тут. Деревья. Срезают. Они, в принципе, выросли. Эти деревья именно я осадил. И можно их уже пособирать. Потому что деревья у нас мало. Ежедневный отсчет. Восемнадцатый. Житель. И что у нас по поводу следующего? 150 единиц капитала нужно. Но вряд ли они его доделают. Потому что эта фигня уже достроилась почти. У нас, как обычно, единственное, что нету Violet Lanner. Так, кач пятого. Блин, это ж нужно вот эти пеньки тоже срезать. Так, пенечки. Сейчас сразу пообвожу, чтобы пеньки... А, тут много деревьев мы выбрали. Ну ладно. Хорошо. Значит, подождем. Давайте определимся, что у нас по поводу нашего забора. Можно до конца вот здесь вот достроить. Но пускай так и будет. А здесь будет по типу тут же забор тоже как-то так. И вот здесь вот будет до конца. Вот такими зонами заборов мы попытаемся построить. Ну а вы можете сказать, правильно ли я это, думаю, так сделать или же нет. Так что здесь дальше продолжаем. Где-то вот здесь вот нужно было сделать проход, наверное. То есть вот так. По центру. Не верю, что у нас получается по центру. Но как-то вот так вот... Вот это должно и быть. Так, и теперь вот этой штуковиной мы заканчиваем. Можно вообще здесь вырубать под низом. И сделать до конца здесь заборчик, в принципе. Посмотрим. По центру у нас точно не получилось, потому что его нужно двигать. А у нас напротив вот этого нужно влево. Хотя бы на одну-две нужно будет подвинуть. Ну да ладно. Вот вход мы немножко подвигаем, чтобы было прямо напротив входа. Сколько у нас... Как тут можно отсортировать по профессиям? А вот так вот, по-моему, да? Да, у нас раз, два, три мечника. Ну давайте делать сразу четвертого. Если есть из кого его сделать. Плотник тот самый. Ну, три, шесть, четыре. Притом хочет стать, ну, отважный. По-любому делаем. Все, не волнует. В принципе, есть. Торговец с проездом. Сделайте пять тяпок земледельца. Ну, хорошо. Пять тяпок, так пять тяпок. Давайте зайдем, назначим еще пять тяпочек земледельца. О, дерево теперь у нас большое количество. Вот это хорошо. Чтобы сделать нам первого лучника, давайте посмотрим. Можем мы ли это сделать. Нужно с хорошей атакой его по-любому будет сделать. Да, вот 6-1-6. Сменить профессию. Да, вот мы можем сделать первого лучника. Ну и что ж. Хорошее окончание серии. Потому что мы сделали лучника для нашего поселения. О, он становится лучником. Все. Отлично. И теперь может тренироваться. А уже тренировки у него будут немножечко буквально попозже. Потому что в следующей серии мы вот там вот облагородим тренировочный лагерь. Ну, а также, я не знаю, еще будем дальше разбираться с заборчиками. И начнем какой-то новый домик, наверное, строить. И, скорее всего, это будет домик кузнеца. Что ж, ребят. На этом у меня все. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайки, оставить свои комментарии. А с вами был Пират. И играйте только в хорошие игры. Субтитры создавал DimaTorzok